Вертикальная интеграция – это ваше представительство в других регионах. Да, инструмент чрезвычайно эффективный, с небольшими оговорками. Например, очень дорого. Если сотрудник, себестоимость сотрудника, который находится в головном офисе для компании, составляет примерно 2 его заработные платы, то же сотрудник филиала при грамотном управлении будет обходиться компанией в 3 заработные платы. А при росте удаления и во все 4, 5 и 6 заработных плат – безумно дорого. Да, можно и дешевле. Но если вы не будете инвестировать в персонал, не будете инвестировать в управление филиалами, то вы получите не единую стройную сеть филиалов на территории России, а полубандитско-полупартизанские отряды, которые в зависимости от ситуации на рынке будут либо лояльны компании, а скорее всего нет, и работать на собственные интересы, которые часто не совпадают с интересами компании. Филиалы позволяют лучше управлять сбытом, лучше получать информацию о рынке, не зависеть от некоторых припятий рынка, либо независимых посредников и тенденции, которые складываются у них. Без филиалов не обойтись случай, если вы обладаете каким-то ноу-хау, который не хотите передавать независимым посредникам. Ведь это ваш капитал, это ваши деньги, не факт, что посредники через какое-то время не захотят открыть свой бизнес. Единственное, что хочу сказать, еще раз повторить, филиалы очень дорого и требуют определенных навыков, отдельных навыков, связанных с управлением. В частности, выделяют три типа управления филиалами. Стратегический архитектор, когда вы фактически на уровне долгосрочных целей управляете своими филиалами. Стратегический контролер, когда вы используете, опять же, стратегические цели, но идет более плотный контроль работы филиала. И оператор, когда вы пытаетесь издалека управлять фактически всеми действиями ваших посредников. В России, к сожалению, пока процветает последний тип. В частности, при увеличении числа магазинов с 1 до 25, штат управленцев в одной из российских сетей увеличился в два раза. Это говорит о том, что из центра мы пытаемся управлять тем, что происходит в регионах, а часто и не учитываем особенности этих регионов. С другой стороны, наоборот, пытаемся работать очень гибко. Для каждого региона выставлять свои цены, свои условия, свое позиционирование. Но по большому счету мы тратим на подгонку условий гораздо больше, чем получаем выгод. И потихонечку будем вынуждены переходить к тому, что такие параметры, как продукт, цена, сбытовые каналы в каждом регионе у нас будут однотипными. И к этому нас приведут в том числе и сети, которые осуществляют активную экспансию на российском рынке. Уже сейчас сети диктуют условия, что хотят получать товар в любом регионе на одних и тех же условиях. А значит, вам придется обеспечить эти условия, если вы хотите остаться на рынке и работать с розничными сетями. Конечному потребителю также глубоко наплевать на ваши издержки, связанные с доставкой товара на Дальний Восток. И он не желает переплачивать за товар, который стоит в Москве в полтора раза дешевле. А значит, вам придется оптимизировать свои каналы, оптимизировать издержки для того, чтобы обеспечить и адекватную прибыль для себя и посредников, и примерно одинаковые цены во всех регионах. Работая с филиалами, вы должны понимать, как вы будете развивать персонал, как вы будете обучать персонал. По большому счету, управление продажами в головной компании филиалах не сильно отличается. Единственный фактор расстояния – он вносит свои коррективы. Вы должны понимать, как вы будете управлять маркетингом и отношениями с рынком. А по большому счету, для того, чтобы упростить себе задачу и не усложнять, не удорожать управление, вы должны подгонять только один пункт из ПИ – промоушен. Использовать те каналы донесения информации до потребителя, которые воспринимают в этом регионе. Так достаточно удивительно, но отличия достаточно серьезны. К примеру, бегущая строка – то, что в Москве перестало работать уже достаточно давно, отлично работает в регионах Дальнего Востока. Это один из наиболее дешевых и эффективных способов донесения информации до рынка. В Махачкале – радио. В связи с тем, что регион все-таки достаточно неспокойный, в приказном порядке в каждом помещении звучит радио. Для того, чтобы иметь возможность достаточно быстро проинформировать людей о тех или иных чрезвычайных ситуациях. А значит, этот канал эффективен. Радио слушает. Один из моих подчиненных в свое время убеждал меня, что в его регионе, рукой телефилиал убеждал меня, что в его регионе наиболее эффективное деловое издание – это газета «Из рук в руки». Нет, не смейтесь. Три месяца он обхаживал меня, но это действительно оказалось так. И после того, как мы разместили там свою рекламу, эффект не заставил себя ждать. И в этом плане необходимо обращать внимание на особенности регионов. Вы должны разработать единые стандарты обслуживания ваших филиалов. И, соответственно, контролировать их соблюдение. Потому что попытка вести филиалам самостоятельную деятельность, внедрять свои стандарты, отношения к клиенту, приведет к тому, что потребители могут от вас отказаться. Если я в Казани работаю с вашим филиалом, то я такой же сервис хочу получить и в Москве. оказавшись в другом городе, я также жду единообразного сервиса. Это на вашей ответственности. Вы должны понимать, как вы будете управлять, ставить цели, как вы будете доносить стратегию, какие мероприятия связаны с передачей корпоративной культуры, которая по большому счету является основой для функционирования функционирования ключевых компетенций, которые вы переносите в регионы и так далее, так потом. Итак, филиалы. Эта часть вашей компании и управление больших отличий филиалам не имеет, за исключением тех особенностей, которые вносят расстояние и региональные особенности. Как вариант замещения филиалов можно рассмотреть франчайзи. Что такое франчайзи, либо франчайзинговая сеть? Это фактически ваш филиал, который ведет управление по заданным вами стандартам, но принадлежит местным владельцам. Очень интересный момент. Местные игроки всегда будут гораздо более операционно эффективны, чем вы. И персонал у них почему-то дешевле, и аренда помещений у них дешевле, и связи как-то в регионе побольше. Да и под присмотром хозяина, как правило, и воруют поменьше, что является поистине российской бедой. Франчайзи как раз себе сочетают возможности филиалов, то есть то, что вам строго подчиняется, работает по вашим требованиям. А с другой стороны, это эффективность местных. И стоит задуматься и воспользоваться данными преимуществами. Итак, франчайзи. Это жесткая вертикальная интеграция. А франчайзи бывают нескольких видов. Франчайзи бывают продуктовой, когда вы отдаете франшизу на продажу неких товаров или продуктов. Франшиза на бренд, франшиза, право, когда вы передаете право пользоваться вашим брендом на тех или иных условиях. Либо бизнес-франшиза, когда вы передаете и стандарты, и продукт, и технологию его продажи. Ярким примером бизнес-франшизы является Макдоналдс. То есть целый бизнес, который функционирует во всем мире по более-менее схожим правилам.